Всем привет, вы на канале Суперкит. Давным-давно на канале был обзор адаптера из PCI-Express X1 в два SATA 3 порта. Чип, на котором он был построен, был Asmedia ASM1061. Подобные устройства по-прежнему продаются. Также продаются они и на аналогичном, по своим возможностям, чипе Marvel 91.25. Этот адаптер работает на одной линии PCI-Express на ревизии 2.0. Вставить то его, конечно, можно и в разъем PCI-Express X16 с ревизией 3.0, что я и делал благополучно, но профита с этого не будет, так как скорости больше от этого не станут. Скорость работы таких новоиспеченных SATA 3 портов была выше, чем стандартный распаянный на материнке SATA 2, но до распаянного на системных платах SATA 3 не дотягивал. Да и как эта скорость может дотянуть до 500 с плюсом мегабайт в секунду, если пропускная способность интерфейса PCI-Express X1 второго поколения 500 мегабайт в секунду в теории, что на практике всегда ознаменуется заметно более низкими скоростями? Конечно же никак. И как тогда получить настоящий SATA 3, чтобы прям аж 550 мегабайт в секунду? Для этого нужен другой адаптер, который может передавать данные на более высоких скоростях. Для этого должно быть задействовано либо больше линий PCI-Express, либо ревизия такого слота должна быть более нового поколения, либо и то и другое вместе взятое. Если бы вы знали, как сложно сейчас заказать подобный адаптер. Продавцы тупо не отправляют и все. Я несколько раз пытался заказать очень крутой адаптер и на 4 линии, и ревизии 3.0, и сразу на 6 портов SATA 3, но не отправляют. В том числе и этот случай сподвиг меня рассказать о китайских приколах в видео про распродажи 11.11. Подняли цену и все равно не отправляют. А мои попытки заказа еще и попали на бум майнинга на винчестерах, так что вообще без шансов. Кое-как таки заказал вот такой адаптер. Главная отличительная особенность, а точнее их тут две отличительные особенности. Это чип Asmedia ASM1064, который работает на более быстрых скоростях в связи с чем такой адаптер может работать в PCI-Express с ревизией 3.0. Пропускная способность которой не 500 Мбайт в секунду, как в предыдущем случае, а 1000 Мбайт в секунду. И второе отличие, что здесь не 2 порта, а 4 порта SATA 3. Если делить общую скорость на количество портов, то в теории получаются те же 250 Мбайт в секунду на порт. Но если использовать SSD и 3 винчестера, то логика подсказывает, что каждое из устройств в итоге будет выдавать свои максимумы. Особенно если учесть, что вероятность в одновременном использовании каждым из накопителей максимума скорости в конкретное время практически сводится к нулю. Для того, чтобы прямо совсем покрыть возможностью в пропускной способности у адаптера, я и хотел заказать такой, который устанавливается не в PCI-Express X1, а в PCI-Express X4, у которого скорость передачи данных может достигать 4 Гбайт в секунду. Вот там бы всем хватило скорости, даже если бы это были только SSD и даже если подключить туда все 6 устройств к имеющимся портам SATA. Но заказал, что смог, а поэтому предлагаю довольствоваться тем, что есть, а тот другой адаптер может будет в какой-нибудь следующий раз. Поскольку это устройство имеет ревизию 3.0, то логично начинать именно со слота с такой ревизией. У меня ею обладает только слот PCI-Express X16, он обратно совместим со слотом PCI-Express X1, а в качестве накопителя будет SSD Reno на 240 Гбайт. Этому накопителю 2.5 года и когда было видео с его обзором, я обещал рассказать спустя время о его судьбе. Вот рассказываю, с ним все отлично, в чем сейчас и будем убеждаться. Диск долгое время использовался в качестве системного на основном моем компе. Наработку по времени и сработанному трафику можно будет увидеть во время тестов. При включении, кроме количества задействованных линий PCI-Express, сразу видно ревизию слота. Ревизия 3.0 подтверждается заявленными характеристиками адаптера. В BIOS SSD без проблем обнаружен и может быть установлен в качестве загрузочного. Сразу уточню, что если BIOS очень старый, то использовать подключенные накопители к адаптеру получится только в операционной системе. Установить их загрузочными не получится. CrystalDiskMark дает следующие значения. Максимальная скорость чтения составляет 550 Мбайт в секунду, а скорость записи 250 Мбайт в секунду. Такая скорость записи не из-за времени или условий использования, а из-за возможностей данного SSD, полный тест которого можете посмотреть по всплывшей в правом верхнем углу подсказки. Но сейчас отдельно скорость записи или скорость чтения не важна. Важно то, что в своем максимуме любая из этих скоростей достигает увиденного значения, что означает, что данный адаптер действительно может работать в ревизии 3.0. В любой из программ можно увидеть максимально возможную скорость твердотельного накопителя. С чем всех и поздравляю, так как это самый что ни на есть SATA 3. Кстати, а вот какая скорость в родном SATA 3 системной платы. Как видите, снова упор в возможности накопителя. На адаптере есть 4 индикатора, показывающие обращение к диску. Но с одним SSD вроде и так понятно, что должно было выйти на максимум. Но ведь мы купили адаптер на 4 устройства и естественно просыпается интерес к максимальному суммарному скоростному лимиту. Именно потому в этот тест я пригласил еще участников. Так, кроме уже тестированного китайского SSD, нагружать адаптер будет мой SSD Samsung 860 EVO на 1 ТБ и еще один твердотельный накопитель SanDisk на 24 ГБ. Поскольку последний имеет разъем mSATA, то подключать его буду через переходник в стандартный SATA. Эти три накопителя в сумме точно быстрее, чем пропускная способность в 1 ГБ в секунду у PCI-Express X1 с ревизией 3.0. Что на мой взгляд полностью раскроет потенциал обозреваемого девайса. Продолжение следует... Я запущу на тест в CrystalDiskMark сразу 3 SSD. При этом файл для теста будет 4 ГБ, чтобы точно тест какого-то из SSD не закончился раньше. Тест mSATA SSD показал скорость 375 МБ в секунду. Эта скорость является максимальной возможной для этого твердотельного накопителя. Не знаю как так, но вы видите сами, даже три SSD, тестируемые одновременно, выдают свои максимальные скорости. То ли таков алгоритм работы программы CrystalDiskMark, что они и тестируют по некоторой очереди, то ли так работает сам адаптер, обращаясь поочередно к накопителям, но все набрали суммарно почти 1,5 ГБ в секунду при возможном 1 ГБ в секунду через слот PCI-Express X1 с ревизией 3.0. Но главное, что визуально не было никакого залипания или торможения при этом тесте, по ощущениям он прошел как обычно, и если судить по индикаторам обращения к дискам, то видно, что обращение было одновременным, так как все три индикатора мигают одновременно, лишь на некоторое время замирая, пока один тест на конкретном накопителе закончился, а следующий еще не начался. Допустим, что у вас нет слота с ревизией 3.0 или он занят. Что можно получить по скорости, если ревизия будет 2.0? В этом же компьютере есть такой слот, поэтому предлагаю оценить. Как и в предыдущем случае, система сразу показывает поколение ревизии. Кстати, да, в упомянутом адаптере в самом начале видео, который был уже на тесте, этот адаптер точно так же проходит инициализацию около 8 секунд при каждом включении компа. То есть, к полной загрузке компа от момента включения добавятся эти 8 секунд, независимо от того, на каком SATA порте подключен загрузочный диск. На родной к системной плате или на порт SATA 3 данного адаптера. И вот тут видно абсолютно рядовые скорости. Причем, сколько раз я не делал этот тест в сравнении с первым случаем, не было ощущения, что тест проходит одновременно на всех накопителях. Отчетливо видно, что тест на первых двух проходит действительно одновременно, а на третьем SSD явно начинается после окончания первых двух тестов. И это несмотря на то, что я максимально быстро запускал тест сразу на всех трех дисках, а объем файла, который записывается и читается, составляет 4 гигабайта, что даже при использовании твердотельных накопителей требует гораздо больше времени, чем я трачу на запуск теста. Явно видно, что сумма скоростей первых двух накопителей составляет менее 450 мегабайт в секунду. То есть упор происходит в пропускную способность слота PCI Express X1 с ревизией 2.0. А уже третий твердотельник показывает свой максимум по скорости, поскольку первые два теста к этому времени уже завершены. Если делать тест по отдельности на каждом SSD, то скорость на ревизии 2.0 упирается в 420 мегабайт в секунду. Опять же, выше 500 мегабайт в секунду даже в теории при такой пропускной способности слота PCI Express быть и не должно. Опять же, выше 500 мегабайт в секунду. Имея еще более старого поколения комп, я не могу не показать, как этот адаптер будет работать там. Это комп, который достаточно сильно модернизирован. Он использовался у меня в качестве основного на момент съемки. Слот PCI Express X16 здесь занят адаптером под M.2 NVMe, который работает в качестве загрузочного с помощью программы Clever. Ревизия этого слота 2.0. Но мне этот слот и не интересен. А интересен мне слот PCI Express X1 в этом компьютере. И я прямо как предчувствуя что-то, решил установить адаптер на 4 порта SATA 3 и сюда. До этого адаптера я ничего в PCI Express X1 сюда не подключал. Не было необходимости. Просто знал, что на сайте HP заявлено, что это слот 2-го поколения. Но когда я включил комп, то был сильно удивлен, так как при включении и инициализации адаптера на SATA 3, система показала мне, что устройство установлено в слот с ревизией 1.0. На меня это навеяло тоску, ведь я понял, насколько старый это комп. И несмотря на то, что в целом как комп он меня устраивает, я задумался о покупке нового. Ведь я постоянно покупаю что-то на тест интересное, во всяком случае как по мне. А подключать все новые устройства у меня и некуда. Ведь как можно оценить возможность того или иного устройства, если его банально некуда подключить? Именно это заставило меня окончательно включиться в работу по смене компа, что я и сделал. Но об этом в каком-то из следующих видео. А сейчас ревизия 1.0 дала мне возможность показать вам, что будет, если установить тестируемый девайс в настолько старый слот. Хотя, конечно же, и я, и вы и так представляем его возможности, но тем не менее. А при включении в свойствах аиды таки показывает, что ревизия слотов PCI-Express X1 в этом компе 2.0. И вот я сказал, что комп старый, но все же SSD, который подключен к адаптеру в этом компе, доступен для выбора в качестве загрузочного. Так что из всех старых он не самый старый. И вообще. Да, я стар. Но не бесполезен. Хотя в самом тесте ревизия 1.0 подтверждается. И даже один единственный SSD через этот адаптер показывает скорости порядка 200 Мбайт в секунду, что полностью соответствует ревизии 1.0. Поэтому, если комп у вас очень старый, и даже если он при этом не бесполезный, то на выходе можете увидеть такие значения. Подводя итог возможностей работы адаптера, скажу, что если у вас современная плата с наличием свободных слотов PCI-Express 3-й ревизии, и просто есть недостача портов SATA 3, и вы их желаете получить, то однозначно я рекомендую данное устройство. Дешевле получить 4 порта SATA 3 не выйдет. Но также нужно понимать, что если у вас настолько старая системная плата, что на ней нет родных SATA 3 портов, то вам обозреваемый аппарат не пригодится и не поможет. Тот самый нюанс, когда для получения максимальных скоростей нужно иметь ревизию 3.0 у того слота PCI-Express, в котором планируете использовать все и обессмысленно. Потому что у настолько старых плат, на которых нет SATA 3, у PCI-Express X1 ревизии 3.0 нет так же. Точно так же, если на старой плате есть SATA 3, но нет PCI-Express 3.0 и не хватает портов, то тогда количественно вы их получите. Но качественно нет, потому что скорость будет далека от SATA 3. Если отодвинуться от характеристик компа, то невозможно не отметить, что этот адаптер дает настоящий SATA 3. Он хорош по скорости и все такое, но как и во всех случаях в модернизации компа, да и вообще чего-либо в жизни, вопрос цены не может не занимать главной позиции. Не знаю, то ли так называемый кризис, вызванный повышенным спросом на микросхемы, а может и еще какие-то факторы, но цена такого адаптера высока. Я не отслеживал его стоимость год назад или еще раньше, был ли он дешевле и на сколько, но очевидно, что общий кризис 2021 года не мог не повлиять и на его цену. А по такой цене это устройство, как по мне, как бы не совсем актуально. Даже 4 порта SATA 3, даже вполне себе настоящих по скорости, не должны стоить по цене материнки, пусть и под старый сокет, пусть и БУ. Хотя обстоятельства для покупки у каждого свои. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok